МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске новосибирских новостей. Инновационные компании и власти подписали соглашение о сотрудничестве. Разработки, представленные на форуме Технопром, скоро появятся на улицах Новосибирска. Для жителей Европейского берега расширили выезд на Большевистскую. Магистраль в этом году реконструировали по национальному проекту. Возвращение к истокам. Участники фестиваля «Три вороны» показали новосибирцам спектакли в забытом формате уличных постановок. Умные остановки в Новосибирске оснастят с урдафонами. Соответствующее соглашение сегодня подписали две инновационные компании, которые работают в нашем городе. Кроме того, Анатолий Локоть встретился с представителями крупных корпораций, с которыми обсудил возможности внедрения у нас управленческих электронных платформ. Два инновационных предприятия договорились о сотрудничестве на площадке форума Технопром. Совместная работа позволит сделать умные остановки еще умнее и полезнее для горожан с нарушениями слуха. Пока с урдафон существует только как мобильное приложение, но в скором времени соответствующая кнопка появится на экранах умных остановок. Как, например, вот здесь, только с другой надписью. При нажатии на нее возникнет окно, на котором сурдопереводчик объяснит человеку с нарушениями слуха на жестовом языке, как добраться до нужной остановки. Собираются создать и виртуального помощника, который жестами покажет и расскажет о городских достопримечательностях. Разработчик приложения – новосибирская компания. Она действует уже шесть лет. Мы вышли с инициативой на начальника департамента Александра Николаевича Лелько с предложением интегрировать наши возможности в умные остановки. Наше предложение было поддержано. Сурдафоны пока протестируют в Академгородке, потом установят на вокзалах и станциях метро, распространят по всем умным остановкам. Пока их семь, в планах сотни. С нашей стороны предложено кондиционное соглашение мэрии Горку Новосибирска по обустройству 300 остановочных комплексов. Мы настроили видеофиксацию в онлайн-режиме, что продемонстрировали на стенде распознавание лиц, распознавание оставленных предметов. В это время федеральные компании предлагают управленческие платформы для мэрии и мегаполиса. Руководство городским хозяйством в них похоже на компьютерную стратегию. Прежде всего нас интересуют предложения, связанные с созданием платформ, то есть комплексным подходом к управлению. Не отдельный участок, давайте возьмем дорогу и там 10 светофоров возьмем в управление. Давайте возьмем весь район, давайте весь город возьмем. Нас интересуют подобные предложения. Это тоже удобство для горожан. Власти быстрее смогут увидеть недостатки в работе коммунальщиков или дорожников и оперативнее их устранят. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Правоохранительные органы проводят проверку по факту падения двухлетнего ребенка в яму с кипятком. Напомню, трагедия произошла вечером 17 сентября на улице Ядренцевская. Во время прогулки под ногами мамы и двухлетнего малыша провалился асфальт. Они упали в горячую воду. Во время падения ребенок получил серьезные ожоги и почти сутки провел в реанимации. Сейчас жизни двухлетнего Ивана ничего не угрожает, однако ему предстоит серьезное лечение. Он получил ожоги третьей степени, поражено 20% поверхности тела. Почти сутки ребенок был в состоянии ожогового шока. Сегодня малыша перевели в общее отделение. Его мама тоже получила ожоги, но менее серьезные. По словам соседей, пострадавшей семьи к трагедии были все предпосылки. Вечером 17 сентября было видно, что злополучное место в аварийном состоянии. Перед этим моя соседка возвращалась в это же время. Она мне звонит и говорит, ты представляешь, я идти не могу, здесь пар стоит, и вот горячая вода льется прям безбожная. А эти люди шли уже, видно, попозже, попали в эту яму. Подвод воды к этому участку должны были ограничить. По соседству стройка. В будущем этот узел планировали подключить к зданию. По словам представителей застройщика, пока неизвестно, как включилась подача воды. О самой трагедии они узнали только утром следующего дня. Не было такой информации, нас никаким родом не оповещали. Соответственно, как бы сюрприз произошел. Приехали с утра на работу все и удивились, почему здесь ямы, почему огорожены ленточками. Ну, соответственно, начали разобираться, потом подъехали следственные органы. По предварительным данным, асфальт провалился из-за того, что вода размыла грунт. Своё собственное расследование будут проводить и в мэрии. Сейчас непонятно, кто должен ответить за подачу воды в перекрытый участок. В муниципалитете ситуация на особом контроле. В момент происшествия выезжали представители мэрии сюда. Это было еще вчера. Ну и в данный момент все департаменты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, значит, проводят свою проверку, выясняют обстоятельства случившегося. Следователи продолжат выяснять, кто виновен в произошедшем. Владимир Киселев, Евгений Макаров, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Средства, которые удалось сэкономить во время ремонта улицы Большевистской, новосибирские дорожники решили также пустить на развитие дорожной инфраструктуры. Вот этот перекресток, выезд с жилмассива Европейский берег, сначала планировалось отремонтировать лишь на 10 метров вглубь. Однако, раз средства остались, и объем ремонта решили увеличить в 10 раз. Новый асфальт, три полосы, каждая шире трех метров. Две на выезд с Европейского берега, одна на въезд. Так теперь выглядит обновленный перекресток Большевистской и проезда к растущему жилмассиву на правом берегу Аби. Этот вариант кардинально отличается от первоначального проекта. По нормативным требованиям, где должно быть две полосы, одна на заезд, другая на выезд, шириной 3 метра 75 сантиметров, это и было запроектировано. И когда подрядчики начали исполнять проектное решение, установили бордюрный камень, нанесли временную разметку, ну, стало понятно уже нам, как заказчику понятно, проектировщикам, как разработчикам данного технического решения было понятно. И еще люди, естественно, стали писать, потому что, ну, возможности выехать снизились. Продлили эти три полосы на 100 метров. Насколько позволили сэкономленные средства и ограничение закона о закупках. Ведь большевистскую и эту дорогу реконструировали по национальному проекту. Кроме нового асфальта сделали бордюры, нанесли разметку. Осталось устранить мелкие недочеты. Преимущества обновленного выезда с жилмассива те, кто постоянно им пользуется, уже оценили. На выезд мне, конечно, удобно. У меня два коворота, и я уже дома. Для выезда, ну, конечно, в два раза больше проходит. Потому что здесь получалось на встречную сторону, на встречную полосу приходилось выезжать, чтобы повернуть налево. Ну, не сильно разгрузило-то. Ну, нормально, более-менее стало. На этом перекрестке пока выполнены не все работы. Предстоит еще отрегулировать режим светофоров. Сейчас их запустили в тестовом варианте. Скоро светофоры передадут под контроль Центра организации дорожного движения, специалисты которого настроят их в соответствии с транспортными потоками. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. И еще о заметных событиях в жизни города. Выпускать троллейбусы совместно с белорусскими предприятиями планируют в Новосибирске. Сегодня мэр нашего города и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве. Несколько производителей в рамках Белкоммун МАШ, МАЗовский автомобильный завод, они готовы сотрудничать в рамках того, чтобы сделать, например, совместный проект по троллейбусу с автономным ходом. То, что мы сейчас обсуждали. К примеру, кузов МАЗовский, начинка Белкоммун МАЗовская, литий-ионные аккумуляторы наши, привод наш и так далее. В итоге появляется такой несколько гибридизированный межнациональный троллейбус, который мы хотим проэкспериментировать, пытаться все-таки собрать. У нас на нашем предприятии Белкоммун БКМ «Сибирь». Минск и Новосибирск побратимы с 2012 года. По нашим улицам курсируют автобусы массы трамваи, собранные на совместном предприятии БКМ «Сибирь». Дорожники используют коммунальную технику белорусского производства. Сегодня договорились об увеличении количества модернизированных трамваев. Белорусы предложили направить в Новосибирск для испытаний троллейбус с динамической подзарядкой. Здесь мы можем выполнить любое требование города. Это и трамваи, и троллейбусы, автобусы, электробусы и так далее. Самые разные. Мы предлагаем самые разные финансовые схемы, чтобы это было выгодно и нам, и так далее, и городу. Еще одна сфера общих интересов торговли. С 28 сентября до 6 октября на площади Гарина-Михайловского будет работать выставка продажа белорусских товаров. Новосибирская медицинская продукция поможет в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новый производственный комплекс компании «Ангиолайн» открыли на площадке биотехнопарка в Наукограде Кольцова. Я считаю, что и катетер, ассистенты, которые здесь производятся, и новая продукция, которая будет производиться на новой линии, это, безусловно, важнейший вклад в улучшение здравоохранения в России. «Ангиолайн» обеспечивает российские больницы медицинскими изделиями, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, а стоят при этом дешевле. Новая площадка позволит увеличить производство более чем вдвое. На сегодняшний день ожидается два новых продукта, но они, скорее всего, выдастся в первом-втором квартале следующего года, после чего будут ставиться на производство, и до конца 2020 года это пойдет артальный клапан, это ретривер, и уже мы ожидаем, что пойдут под конечным потребителем. Изделия медицинские будут производиться здесь. Это проводниковые, диагностические катетеры, проводники, то есть то, что требуется для установки стендов. Студенты Новосибирска прошли газетный квест. Участники на время решали логические загадки, расшифровывали коды и вспоминали уроки истории. Квест посвящен юбилею Советской Сибири, самой крупной газете Новосибирска. В этом году ей исполняется 100 лет. Главное задание у них следующее. Это у них есть статья о нашей библиотеке, в которой пропущены слова. Собственно, они должны ходить по локациям, выполнять задания. На этих локациях задания у них связаны с рубриками газеты, с архивными статьями. Причем некоторые локации у них статьи 22-го года, например, мы отыскали и сделали. К примеру, на встрече с чекистом участникам нужно разгадать зашифрованный шпионом номер телефона, позвонить и узнать необходимое для выполнения главного задания слово. Задание не прямо что-то сложно, это надо знать опять же историю этой газеты. Но тут задание более на смекалку. Предыдущие были истории, ну, можно выиграть и можно поиграть. Победители получат билеты в театр и памятные подарки. Пациентки с зеркальными органами помогли хирурге клиники Мишалкина. Девушка страдала от аритмии. Однако обычную операцию из-за особенностей анатомии сделать не могли. Пациентку оперировали с помощью уникального робота. Ангелина – необычная девушка. Печень у неё слева, сердце справа и даже лёгкие перепутаны местами. А ещё Ангелина родилась с пороком сердца. Однако все эти особенности ей практически не мешали. Под запретом была лишь одна мечта – танцы. С пороком сердца нельзя напрягаться. Но недавно девушка почувствовала себя хуже. Сердце билось почти 200 раз в минуту. У меня было очень высокое сердцебиение, это аритмия. И при этом забивалось дыхание, это всё было аж в горле чувствовалось. И из-за этого я не могла дышать, не могла жить спокойно. От обычной аритмии избавить несложно. Это часовая операция. Но из-за особенности анатомии Ангелины хирурги не могли подобраться к нужным сосудам сердца. Мы можем определить теле и камеры сердца, как впадают в сосуды. Здесь видно, что у девочки сердце расположено и сформировано правильно, а вот сосуды как раз-таки неправильные. Вот это вот, например, аорта, она выходит из правого желудочка, в то время как она должна выходить из левого желудочка. Операцию провели через прокол в бедренной артерии. Процедура длилась несколько часов. Оперировать необычную пациентку помог уникальный робот стереотаксис. В России такой аппарат есть только в центре Мишалкина. Хирурги объясняют, без него помочь пациентке было бы невозможно. Специальный катетер управляется с помощью двух огромных магнитов. На кончике катетера имеется специальный металл. Эти два магнита могут двигать вперед, назад, поворачивать его в любом направлении, в котором нам нужно. Направлять его туда, куда по большому счету иногда невозможно добраться в хирургу обычным стандартным способом. Впереди еще полгода реабилитации, но из больницы Ангелину уже выписывают. Сейчас она чувствует себя хорошо и хочет вернуться к учебе. Анна Братушкина и Олег Крылевец. Новосибирские новости. Сайт-специфик, научная прогулка, променады и перформансы. Грани уличного искусства показал Новосибирску фестиваль первого театра «Три вороны», собравший больше двух тысяч зрителей. Фестиваль завершают спектаклем «Свинополис» польского уличного театра. Эпично, музыкально, сжигая флаги, играют скотный двор Оруэлла без сглаженных углов и хэппи-энда. За 30 лет этот коллектив побывал в 50 странах мира и в каждой нашел признание. Создавали театр на обломках коммунизма в Польше. Тогда улица была единственным местом для встречи со зрителями. В эту эпоху перемен люди были открыты всему новому, и они перестали ходить в театр. Театр был мертв в начале 90-х. Мы вышли на улицу, чтобы дарить искусство простым людям. Уличный театр, как средство коммуникации с широкой публикой, исторически самый зрелый вид театра. Потом актеров закрыли в зданиях, лучшие билеты стали продавать втридорога. Сейчас все чаще звучит идея освобождения искусства. Театры вновь выходят на улицы, добавляя к классическим новые жанры. Нет границы физической, нет сцены подъема или запуска, нет кресел, нет какого-то ограничения зрителя в пространстве. В каких-то проектах, например, в поэтическом променаде «Индивидуальные переживания» мы даже не задавали той самой совместности, что мы все вместе, одновременно с нами что-то происходит. В индивидуальных переживаниях любой зритель, получив маршрут по почте, мог пройти его в удобное время сам. Еще на трех воронах этого года выезжали в поле, изучали расточку и осваивали Михайловскую набережную. Фестиваль родился 10 лет назад вместе с вечно кочующим по площадкам первым театром. Мобильность стала художественной стратегией. Теперь театр помогает жителям города выстраивать с привычным пространством другие, более теплые отношения. Мы люди неравнодушные к нашему городу. Мы приходим на эту набережную, где сейчас будет происходить это красиво, но место это еще не все. Место надо чем-то наполнять. Нужно что-то делать для того, чтобы наш город был интереснее, веселее, чтобы людям было куда пойти. Вернуть трех ворон после нескольких лет перерыва стало возможным благодаря году театра. Но такие события, расширяющие само представление об искусстве, нужны городу и без особого повода. Екатерина Макаркина, Данил Смирнов. Новосибирские новости.